Приветствую, друзья. Что случилось с Курской областью? То же самое, что с подводной лодкой Курск 24 года назад. Она утонула. Курская область вместе с ее жителями бросили на произвол судьбы ровно так же, как подводников с Курска в первый год правления Путина. Я записываю этот ролик утром 13 августа. Прошла неделя с момента прорыва ВСУ на территорию России. Нынешние события в Курске очень хорошо показывают, что путинская власть – это всегда комбинация лжи, безответственности, трусости и беспомощности. Нам, гражданам России, постоянно врали. Нам врали про происходящее, врали про безопасность. На самом деле на произвол судьбы бросили простых людей. Что жителей приграничных районов Курской области, что солдат-срочников, которые вдруг оказались на фронте. Итак, утром 6 августа ВСУ переходят границы России и входят в Курскую область. Минобороны РФ отчитывается о проникновении небольшой группы в 300 человек на территорию России и отражении этой атаки. В РИО губернатор Алексей Смирнов пишет, что попытка прорыва пресечена и просит не поддаваться на действия провокаторов. ФСБ сообщает о вооруженной провокации на отдельном участке границы. А к вечеру Минобороны отчитывается, что остатки уже разгромленной украинской диверсионно-разведленной группы понесли тяжелые потери и отступили на свою территорию. Ну и там по ним наносятся сокрушительные удары. Одновременно о боях на границе сообщает губернатор Смирнов и призывает сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. Нет ни призыва эвакуироваться, ни даже намека на то, что что-то идет не так. Много фейков. Соблюдайте информационную безопасность и просматривайте только официальные каналы. На следующий день, 7 августа, Минобороны сообщают, что уничтожены 260 из 300 боевиков, а продвижение противников в глупо-российской территории не допущено. На фоне новостей о том, что ничего не происходит и вообще уже всех разгромили, Путин проводит совещание, где заявляет о масштабной украинской провокации. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Но о событиях в Курской области Путин говорит буквально пару минут, а затем переходит к гораздо более интересным и важным для страны темам – открытию детского сада в Симферополе и вопросу, на чем министр Силуанов путешествовал в отпуске. Антон Игоревич, вы в выпуск опять ездили на процикле? Да, на двухколесном транспорте. Хотя уже тогда, просто из публикаций в Телеграме, было ясно, что ВСУ находится далеко от границы и штурмуют райцентры Каренева и Суджа. Интересно, каково было жителям Суджи под непрерывными обстрелами смотреть по телевизору, как Силуанов на мотоцикле ездил в Крым? Впрочем, они не могли смотреть телевизор. Жители Суджи сидели в подвалах без связи и воды, либо пытались выехать из города на свой страх и риск. В тот же день, чуть позже, начальник генштаба Валерий Герасимов докладывает Путину, что в нападении участвовали тысячи человек, их продвижение от границы остановлено. Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. А губернаторы постят написанные как под копирку сообщения о героическом отражении атаки. При этом вечером 7 августа губернатор Курской области Смирнов вводит в регионе режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации вводит для ликвидации последствий стихийного бедствия или техногенной аварии, что совершенно абсурдно, потому что в Курской области на самом деле идут масштабные боевые действия. В то время как Путин и его генералы уже всех победили, а губернатор устраняет последствия бедствия, в социальных сетях расходятся кадры с десятками российских пленных. 8 августа становится известно о тысячах беженцев из приграничных районов. Одна из них в отчаянии говорит, что по телевизору все врут. Я спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают. Люди сами спасались. Сами. Спасайтесь, кто может. Обеспокоенные родственники, жители приграничных районов обрывают телефоны экстренных служб, но там их просто переводят в режим ожидания. Больше с нас прошло. Все. Служба 112 не работает. В Российской Федерации, блин. Жители Суженского района записывают отчаянное обращение к Путину. Мы остались детьми. Без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Но Путин в тот день занят делами поважнее. Он подписывает законы о запрете трэш-стримов и о майнинге цифровой валюты. К этому моменту журналисты насчитали как минимум шесть заявлений о победах. Курской области, ясное дело, ни одного о неудачах. Впрочем, вечером 8 августа, через двое суток после вторжения, Путин находит в своем графике время для встречи с губернатором Курской области. Верховный главнокомандующий обсуждает некую ситуацию и некие обстоятельства. Как возникли и что это за ситуация и обстоятельства, не говорится. Слова «боевые действия» и прорыв украинской армии на территорию России не произносятся. В это время командир расположенного в Курской области спецназа Ахмат Апти Аладдинов говорит, что ничего критического и трагического не произошло. По словам чеченского командира, его подразделения просто разминулись с отрядами ВСУ. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Что неудивительно, ведь, как мы знаем, Минобороны к этому моменту уже несколько раз уничтожило диверсантов. Поэтому как Ахмат мог с ними встретиться, если только не предполагать, что Минобороны врет и никого не уничтожало, а Ахмат просто убежал при виде врага. Только вечером 8 августа во власти нашелся один относительно совестливый и откровенный человек. Глава одного из районов Курской области призвал к добровольной эвакуации. Правда, он оказался не очень смелым и через полчаса удалил свой пост. Кстати, в отношении себя и своей безопасности власти проявляли гораздо большую решительность и заботу. Местные жители говорят, что полиция и администрация выехали из той же суджи в первый день украинского наступления. Ну и действительно, если власть сама о себе не позаботится, то кто будет писать посты о неоднократном уничтожении противника? 9 августа Минобороны рассказывает, что ВСУ потеряли 945 человек в ходе наступления в Курской области. Как вы помните, эта же самая Миноборона за два дня до этого говорила о вторжении 300 диверсантов. То есть 300 вторглись, из них 945 уничтожено, до этого 260, а оставшиеся тем временем захватывают суджи газоизмерительную станцию. Впрочем, не только Минобороны проявляют альтернативную логику. 9 августа МЧС объявляет ситуацию в Курской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Что это должно означать, непонятно. Ликвидация стихийного бедствия вышла за границы Курской области, но стихийным бедствием стыдливо называют войну. Или МЧС хочет сказать, что прорыв ВСУ вышел за пределы одной области, или министерство просто не знает, что делать, а говорит, что-то надо. 9 августа практически синхронно губернатор Курской области Смирнов публикует пост с призывом не поддаваться панике и унынию. А в интернет попадает запись с последствиями страшного удара по российской колонии. Игнорировать полномасштабные боевые действия на территории России уже невозможно. 10 августа в Курской и соседней Брянской и Белгородской областях вводят режим контртеррористической операции. Видимо, в рамках режима КТО силовики в тот же день проводят уникальную операцию и задерживают в Казани активиста, который вышел с одиночным пикетом с призывом помочь жителям Курской области. В тот же день начальник Ахмата Аладдинов заявляет, что ситуация в Курской области максимально под контролем вооруженных сил России. Мы максимально уже контролируем ситуацию, потихоньку, как говорится, берем под контроль. Контроль заключается в том, что Минобороны распространяют записи старых боевых действий под видом новых, якобы ведущихся в Курской области. За неимением военных успехов курский губернатор Смирнов сосредотачивается на информационном фронте. Он выкладывает в телеграм-канале песню «Я курский, и мне повезло». Масштабы своего везения курские понимают 12 августа. В этот день, наконец, объявлено об эвакуации жителей Беловского района Курской области. И только 12 августа гражданам России первый раз показали хоть сколько-то содержательное совещание о событиях Курской области. Под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Путин явно не хочет слушать губернатора Курской области об успехах украинских войск. Тех войск, которые, по версии Минобороны, были полностью разгромлены и отступили на свою территорию еще в первый день. На совещании внезапно выяснилось, что ВСУ заняли 28 населенных пунктов, продвинувшись на 12 километров от границы на участке шириной в 40 километров. То есть заняли 480 квадратных километров. Также внезапно выяснилось, что эвакуации подлежат 180 тысяч человек. 121 тысяча уже выехала, а судьбе 2 тысяч человек ничего не известно. 28 населенных пунктов находятся как раз в этой зоне. Это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем. А ведь еще ничего не было сказано о судьбе срочников, которые десятками, если не сотнями, попали в плен. Таких срочников, как эти, которых на войне-то не должно быть вообще, если верить Путину. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Причем даже после того, как стал ясен масштаб операции ВСУ, российское командование отказалось переводить срочников в тыл. Срочники, кстати, рассказали и о манере ведения боевых действий кадыровца. При нашем окружении они сбежали, потому что, как я думаю, ребята говорят, что Кадыров сказал, чеченцы не сдаются. И при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Вот из-за этого взяли в плен нас. Эта неделя очень показательна. Это была неделя вранья и наплевательского отношения к гражданам. Когда штурмовики летали над Курской областью, нам говорили, что это 300 человек-диверсантов, и они уже все уничтожены. Нам рассказывали, что все под контролем, когда ВСУ удерживали 28 населенных пунктов на территории около 500 квадратных километров. Нам втирали про ликвидацию последствий стихийного бедствия, а в это время ракетным ударом уничтожалась колонна Минобороны. А помимо вранья, эта неделя показала, как власть относится к жизням и безопасности граждан. На произвол судьбы брошены десятки тысяч простых людей. При этом те, кто должен был всех прикрывать и защищать, выбрали спасать себя. Местная власть успешно эвакуировалась первой. Кадыровские войска умудрились не встретиться с противником. Ну а Путин и генералы всю неделю замалчивали войну на территории России. Ведь для них красивая картинка с отрицанием проблем важнее каких-то там россиян. И так будет продолжаться. Счастливо вам. Помните, этот режим вас обманет и кинет. Всегда. И всегда предпочтет свою власть в вашей безопасности и жизни. Вам это надо.